Первое сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в адрес торгового центра Капитолий в 12.45. Это был не звонок, а сообщение на электронную почту. Всех посетителей эвакуировали, а спецслужбы оперативно проверили здание. Взрывного устройства не обнаружили. Но не успели службы быстрого реагирования разъехаться, как в 14.21 поступило новое сообщение. Теперь под угрозу взрыва попал отель «Посадский» на Советской площади. Сообщение поступило также по электронной почте одному из арендаторов здания. И он уже позвонил по номеру 112. Еще через 12 минут в 14.33 опять же по электронке аноним сообщил о заложенном взрывном устройстве в Макдональдсе на вокзале. Людей также эвакуировали, выставили оцепление до прибытия спецслужб. В данной ситуации сообщение производится путем рассылки писем на электронную почту торговых центров. Поэтому здесь просто администрация торгового центра получила на своем электронном почтовом ящике сообщение о том, что у них находится взрывное устройство. После этого администратор магазина, администратор торгового центра сообщал по телефону 112, и спецслужбы начинали работать. Поэтому здесь именно кибер такая атака в данной ситуации связана с вот именно этим видом информационных технологий. Но я думаю, специальные службы соответственно будут работать, будут останавливать. К тому же имеется информация, что эти происшествия происходят не только на территории нашего района, так же в других городах. Такого количества ложных сообщений в один день не было никогда ни в нашем городе, ни в области. Но даже понимая, что сообщение, скорее всего, не подтвердится, спецслужба обязана реагировать и проверять. А уже потом расследованием и усыновлением личности от правителей займутся правоохранительные органы. Продолжение следует...